Я уже читал эту тему здесь в Москве, еще раз решил почитать, потому что часто люди теряются во время разлуки. Они думают, что это как бы крах судьбы, крах жизни. То, что мы сейчас видели, кто задавал вопрос. Но на самом деле то, что кажется крахом, является всего лишь следующим этапом в жизни. Причем чаще всего этапом, который лучше предыдущего. Потому что Бог никогда нам не дает ничего хуже. Просто есть два способа лучше. Один способ — это дать человеку мудрость, а другой способ — счастье. И чего Бог хочет нам дать вот сейчас с этим разлукой или кризисом, или крахом в жизни, мы не знаем. И то, и другое надо принимать с благодарностью. Если Бог нам хочет дать мудрость, значит счастья Он нам не даст. А если Он нам хочет дать счастье, то же нормально. Но мудрости тогда не будет. Люди в основном мудрости не хотят, они хотят счастья. А Бог в основном хочет дать людям мудрость, а не счастье. И поэтому и постоянно торговля между Богом, они требуют счастья. Люди говорят «не не надо мудрости», «не счастье». Люди говорят, а Бог говорит «ну чуть-чуть мудрости». Он говорит «не только счастья, никакой мудрости. Хочу только счастья, хочу только хороший период в жизни, хочу только хорошего. Не хочу ничего плохого, не хочу напрягаться, хочу расслабляться и так далее. Идет такая война между человеком и Богом в его судьбе постоянно. Не война, а борьба, будем так говорить. Такой вид сотрудничества. Мы заточены на счастье. Вся наша жизнь, вся наша судьба, все, что вокруг нас есть, все мы заточены на счастье. И я в том числе. Каждый человек заточен на счастье. Мы все хотим счастья. Потому что счастье — это основа души. Мы вечные души. И душа хочет счастья. Но она не знает, что для счастья нужно иметь правильную направленность в жизни. И вот это является самой сложной проблемой, которую не решишь просто так. Есть четыре категории людей. Одни люди огромные усилия, просто колоссальные усилия совершают для самосовершенствования. Колоссальные усилия. Таким людям Бог никогда не дает тяжелых испытаний. Он дает им испытания, но они не такие тяжелые. Он не дает им потерь тяжелых таких. Даже если у них есть потери, Бог им дает знания, почему так. И неспокойно их переносит. То есть это первая категория людей. Еще раз повторяю. Они всегда всю жизнь заняты тем, что они совершают аскезы. И сами подвергаются страданиям добровольно. Они отказываются от того, чтобы наслаждаться жизнью во имя развития. И такие люди не попадают в ситуацию, в которой они чувствуют, что жизнь потеряна. Никогда. Понимаете, о чем я говорю? Первая категория людей. Вторая категория людей. Это люди, которые не так много усилий совершают на то, чтобы побеждать судьбу, работать над собой. Не так много усилий они совершают. Но они интересуются этим. Они хотят научиться это делать. Они хотят так жить. Но не могут по какой-то причине. Не хотят. И Бог дает таким людям испытания. До того момента, пока они не начнут идти правильным путем. И как только начали, он сразу перед своим как бы все. Как бы подтолкнул его такого человека. Вот тут человек, черду. Все, все, сейчас будет разруха в моей жизни. Все потеряно. Но как только он взялся за правильную жизнь. Сразу раз и отступило все. Потому что он и хотел до этого. Но просто чего-то не хватало. Ему не хватало такого духовного пинка. И Бог этот пинок ему дает. Кажется, что все ужасно, что все разрушено от этого пинка. Но как только человек встает на правильный путь, а он хотел, и поэтому ему легко встать. Тут же все восстанавливает свою жизнь. Это вторая категория людей. Третья категория людей. Хотят только счастья. Но они воспринимают счастье, как... То есть они к Богу не хотят развития, не хотят самосовершенства, не хотят. Истины в жизни не хотят. Они хотят счастья. Но воспринимают счастье таким образом, что они понимают, что счастье не дается человеку просто от того, что он балдеет, расслабляется. Они понимают, что для счастья надо трудиться. И они выбирают два типа труда. Третья категория, понимаете? Два типа труда они выбирают для счастья. Один тип называется образование. Какое образование? Материальное образование, для того, чтобы стать специалистом в какой-то области. И второй тип — это деятельность. То есть два типа усилий на образовании, на деятельность направляют третья категория людей, которые хотят счастья и понимают, что счастье можно достичь только тяжелым трудом. Таким людям, а таких людей большинство на Земле, именно для этого эта планета для таких людей создана, которые так настроены. Потому что две более старшие категории — это уже те, которые выросли из этих. Мы все такими здесь рождаемся. Мы здесь на Земле все хотим счастья через труд и образование. Для этого наша Земля будет назначена. Для такой категории людей Бог дает разлуку и испытание с целью направить их на правильный путь, с целью показать им этот путь. Правильный путь таким людям можно выбрать только через жуткие страдания. И когда человек уже понимает через эти страдания, через жуткие страдания, он понимает, что ему в этой жизни процветание и развитие не светит. Но он думает, ну хочу тот же, надо мне от этой жизни получить. И в результате он встает на путь самосовершенствованный. Он выбирает это, потому что больше нечем выбирать. Ничего больше не светит. И потом понимает только, что это самый единственный правильный путь. То есть, другими словами, если взять монастырь, то можно там увидеть, что в основном туда пришли люди, которые потерпели поражение в этой жизни. Но есть там и люди, которые не терпели такого поражения. Они осознанно туда пришли. И поэтому у них нет таких жутких испытаний в жизни. И Богом не предусмотрено. А если есть испытания, они проходят это легко. Для них это не является чем-то жутким. Это сильные люди. И поэтому, если человек живет для того, чтобы у деток все было хорошо, чтобы была работа нормальная, зарплата, чтобы была хорошая квартира, или иначе, не пародируйте. Я не против, понимаете. Я не пародирую. Я не насмехаюсь над таким. Это все нормально. Это нормальная человеческая жизнь. Но просто я вам говорю, что у Бога другие планы. Если вы мне не верите, ну посмотрите на своей жизни, вы увидите, что это так. Если у вас нет более высоких ценностей в жизни, а только эти преобладают в вашей жизни, а это можно понять по тому, с чего вы хотите, когда вы ничего не делаете, вот когда человек ничего не делает, то он что-то делает в это время. И делает его психика, она смотрит в будущее, смотрит в мечту. Если ваша мечта это квартира, машина, хорошая жена или другая жена, вот, если ваша мечта никак не связана ни с самосовершенством, ни с Богом, и в свободное от работы время вы не думаете об этих вещах, а думаете о том, как жить еще лучше, то это значит, что Бог вас отучит от этого мышления обязательно. А обязательно уже в этой жизни. И Он принесет такую трудную судьбу в какой-то момент, такую потерю, так тяжело будет, что человек отрезвеет. И в этом, в целом человеческой жизни, чтобы отрезветь. Понимаете, ну не все люди трезвеют, некоторые бунтуют против Бога и скатываются на четвертую категорию. А четвертая категория — это люди, которые не хотят трудиться ради своего счастья. Они хотят счастья просто так. И понимаете, и такие люди, это выпивохи, гулехи и так далее. Даже это могут быть очень развитые люди социально, могут быть даже богатые люди, понимаете. Но при этом их цель не работа, а наоборот. Безделие. Они хотят достичь чего-то для того, чтобы потом ничего не делать. И это четвертая категория людей. Не получают от Бога таких жутких страданий, потому что они этого недостойны. они получают от Бога или преждевременную смерть, или деградацию. И только если этот человек, вот этой категории, который хочет гулять, выпивать и насиловать других ради собственного удовольствия, если этот человек только опомнится, через какие-то процессы, он почувствует свою гибель преждевременную или еще что-то, тогда в этом случае Бог обязательно ему даст страдания, для того, чтобы он созрел как личность. То есть он такой человек переходит в третью категорию. Он начинает жить, как все, трудиться, работать ради собственного счастья, а не пытаться быть лучше других, понимаете. Другими словами, разлука и потери и страдания тяжелые, когда человек перед плитой жизни встает, всегда в человеческой жизни возникают только по одной причине, потому что он живет неправильно. Больше никакой причины нет. Потому что когда человек живет правильно, никакая разлука не может ему принести страдания, разрушающие его как личность. Никакое испытание не является для него страданием, разрушающим его как личность. Потому что если у человека правильная направленность, ничто и никогда не может разрушить его, потому что источник его энергии бесконечен. Правильная направленность у человека — это Бог. Откуда берутся страдания? Страдания берутся от того, что у тебя нет сил что-то победить в этом мире. Люди не знают, что судьба — это энергия, а победа — это тоже энергия. Вот если у тебя есть силы победить, допустим, болезнь, значит, ты ее побеждаешь, становишься здоровым. То есть нужна энергия какая-то для победы над болезнью. Эта энергия идет от Бога, в скобках от природы. Если человек знает об этом, он идет на природу и побеждает болезнь с помощью аскезы на природе. Но если человек не знает, он будет мучиться и болеть. Другими словами, если у человека направленность правильная, он постигает истину, он постигает, как устроен этот мир, источник его энергии настолько сильный, что он побеждает любое препятствие, стресса не возникает, ломки не возникают. Препятствия у всех людей есть в этом мире. Но даже если человека покидает близкий человек, наступает разлука, а у него правильно выбрана цель жизни, то эта разлука не ломает его, потому что ему хватает энергии, чтобы с ней справиться. А если энергии не хватает, ты как бы разрушен в жизни, значит, направленность твоей жизни неправильна. И вы скажете, ну как же неправильно, я уже молюсь, там в церковь хожу. Понимаете, даже это не означает, что у вас правильная направленность. Правильная направленность означает знание. Знание, которое живет в сердце человека. Часто люди хотят счастья личного, хотят семьи, хотят детей, хотят богатства. И ради этого ходят в храм. Но это правильное мышление. Но это не дает оснований избежать разлуки и потери. Понимаете? Потому что избегает разлуки и потери только тот, кто уже приобрел самое главное в этой жизни. И все разлуки и потери нужны именно для того, чтобы мы это приобрели. Как только человек самое главное приобретает, ничто его не сломает. Потому что не хватает сил победить все, что угодно. Надо понять это. И если вас сломает что-то, и у вас не хватает сил победить, это значит, что ваша направленность в жизни неправильная. И Бог вас будет мучить до тех пор, пока вы не направите себя в своем сердце правильно. А этот процесс очень глубокий, болезненный. И даже если вы считаете, что вы правильно направлены, это не факт, что вы правильно направлены. Когда человек правильно направлен, единственным критерием является только одна вещь. Когда приходят испытания, человек может его победить. Потому что у него есть для этого силы. Больше нет никакого критерия. Поэтому жизнь сама проверяет, насколько я правильно направлен. Даже очень высокие люди могут страдать из-за того, что их направленность недостаточно правильная. Бог может испытывать человека только с одной целью, чтобы перевести его на качественно другой уровень существования. Других целей нет. Поверьте мне, других целей нет. Даже если человек на коляске находится. То есть Бог лишил его навсегда, как на эту жизнь, лишил его полноценного тела физического. Есть только одна причина. Это нужно для его принципиального скачка, его сознания, принципиального скачка, на который он способен. Понимаете, если Бог у человека отнимает нормальное функционирование тела, это значит, что это человек особенный. Он способен сделать такой скачок души, который даст ему возможность, несмотря на то, что он в таком теле находится, быть абсолютно счастливым. Это значит, что у него такая способность есть. Иначе Богу зачем давать такое тело человеку? Какой смысл? Что, он садится, что ли? Что, он хочет над нами поиздеваться? Нет, у него более высокие цели. Он хочет человека поднять выше, чем тот даже сам может себе представить. Поэтому Иисус Христос и молился перед тем, что произошло. Он говорит, неужели это мой крест такой тяжелый? Неужели я могу это вынести? Неужели я могу справиться с этим? Он молился. И Бог ему сказал, да, именно ты и справишься с этим. Больше никто не справится, кроме тебя. Именно ты нужен людям для того, чтобы воскресить их все. Своей силой душевной. И мы не можем равняться с такой Личностью. И поэтому Бог нам и не дает такой крест, как Ему. Каждый Бог дает столько, сколько Он может унести. Это первое правило, которое надо запомнить. Потому что, когда человек думает, что ему дали больше, то он ломает всю свою жизнь. Каждому человеку Бог дает столько, сколько Он может унести. Ни капли больше. И это дается для того, чтобы качественно поменялась жизнь человека. Нет другой причины, почему Бог это дает. Нет другой причины. И если сейчас мне еще плохо, значит кардинальные перемены в моем сердце еще не наступили. Вы тогда скажете, а что мне делать, чтобы наступили? Ответ очень простой. Нужно совершать аскезы. Три типа аскезы. Первый тип аскез называется контакт с природой. Движение на природе. Нужно больше двигаться на природе, для того, чтобы получить у них силы жить. Вам не хватает силы природы. Ваше здоровье страдает от ситуации, которую вы сейчас находите. Нужно больше двигаться на природе. А если вам холодно сейчас на природе, тогда двигайтесь в спортзале. Потом выходить на природу, вы получите ее энергию. Если человек двигается с радостью, с любовью для всех, то выходя на улицу, он потом получает от природы. То есть природа заходит в него. Энергия нужна для жизни, заходит в него. То есть когда человеку плохо, он находится в стрессе, ему тяжело. Первое, что он должен сделать, он должен поддержать свое здоровье. И для поддержания здоровья существует несколько правил. Первое правило. Запомните, здоровье приходит только от природы. И первое, что там надо на природе делать, это двигаться. Когда у тебя достаточно силы, ты уже от природы получил много силы, ты следующее правило наладь свое питание. Питайся только тем, что дает силу. То, что отнимает силу, не ешь. Мясо отнимает силу. Не ешь эту пищу, она отнимает силу, не дает. Мы говорим о душевных силах, не говорим о физических. Легкая пища должна быть возвышающая человек, облегчающая его жизнь. Рыба не дает силы. Овощи, фрукты, молочные продукты дают силу. Радость. Молоко дает спокойствие. Сыр дает мышечную силу. Творог дает силу нервной системе. Сметану дает силу пищеварения. Сливки дают гормональную силу человеку. Гормональные функции начинают работать нормально. Кефир дает тонус на эрбюнерной системе. Все продукты молочные дают силу. Овощи дают спокойствие. Они успокаивают человека, расслабляют. Которые растут над землей. Корнеплоды, наоборот, дают силу для жизни. То есть они активизируют жизненную силу. Дают возможность иммунитета, чтобы работал хорошо пищеваренный. У мужчин бесплодие лечатся корнеплодами. У женщин корнеплоды дают возможность не болеть. Листья лечат все воспалительные процессы. Зеленая пища – это пища для здоровья. Если человек болен, надо есть больше зелени, тушеной и свежей. Когда становится сильным, победен и болезнен, потому что зелень уравновешивает все виды энергии в организме. Чем больше зелени, тем больше здоровья. Яйца задорно сказал – это не пища, это аборт курицы. Мои хорошие, вы пришли туда не к тому человеку, который что-то может запретить. Вам все можно. Я вам рассказываю, что дает. Ну вот, допустим, если вы плаценту идите, что это вам дает? Ну, что это вам дает? Кто спросил про яйца? Плаценту идите, что вам дает? Правильно? Да, это сквернение, правда? Да. Вы плаценту это тоже самое. Ну, только вы этого не знаете, вы не понимаете. Это более глубоко. Когда человек что-то кушает, он не понимает, что это дает. Когда перестает понимать. Ну, полгода надо где-то, чтобы человек начал понимать, если он что-то не кушает. Фрукты дают человеку оптимизм, жизнерадостность, повышают его энергию, лечат депрессию, возвышают психику, делают ее счастливее, радостнее. Они связаны с солнцем. Зерновая пища дает силу мышления, дает энергию, способность много трудиться, умственная труда совершать много. Зерновая пища. Мед дает человеку оптимизм. Ягоды снимают напряжение, расслабляют человека. Овощи расслабляют, делают, дают покой. А ягоды дают снижение усталости во время работы. И очищают организм от токсинов. Все Богом продумано в этом мире. Все имеет свой глубокий смысл. Но надо его пытаться понять. Если человек ест все подряд, говорит, а как бы современная наука считает, что мясо — это самая полезная пища. Ну и ешьте тогда мясо. На чем вы основываете свое знание, то и ешьте. Если вы считаете, что пища — это белки, жиры и углеводы, на этом основана современная наука, то эта платформа мышления называется телесная концепция жизни. Люди, которые находятся на этой концепции, они считают, что мы живем один раз, тело состоит из материи, материя погибает, жизни нет. Вселенная создана из большого взрыва. Бога нет. Единственная возможность понять истину — это эксперимент. Я вам рассказываю позицию мышления, которая называется телесная концепция жизни. Когда сознание соединено с телом, человек считает, что пища — это белки, жиры и углеводы, а в мясе их больше всего, поэтому надо есть мясо. Есть более высокая концепция жизни, которая называется хроническое мышление. То есть люди понимают, что есть энергетическая пища, которая дает человеку энергию, хорошую энергию, а есть, которая дает плохую. И мясо дает плохую энергию, хоть там все белки, жиры и углеводы есть. Энергетическое мышление выше, чем телесное. Люди на энергетическом мышлении, они как бы стремятся к спорту, здоровому образу жизни, они учатся питаться вегетарианской пищей. Они хотят функционировать нормально, здоровыми идут, жизнерадостными, счастливыми. Они чувствуют это, что мясо и газ, и ниву не едят. Более высокая платформа жизни. А есть еще более платформа высокая. Потому что люди с планической концепцией не знают, что в пище есть энергия любви еще. То есть качество характера. В некоторых пищи меньше хорошего характера, в некоторых больше. И люди, которые знают, что на этой платформе стоят, они уже изучают, какой характер и в какой пище. И дальше они кушают то, что имеет хороший характер, и не кушают то, что плохое. Поэтому здесь противоречие. Допустим, в яйцах много белков, жиров, углеводов. Я это ем. Но человек с более высокой концепцией говорит, что эта пища сперняет. Она идет из нижних центров. Все, что идет из нижних центров, все сперняет. Поэтому ее не надо есть. Она дает белки, жиры, углевод, но это не приведет к улучшению характера. Человек важнее характер, потому что именно характер управляет здоровьем. А не нервная система управляет психикой. А психика управляет нервной системой. Поэтому такой человек понимает, что если у него характер будет плохой, то и здоровья не будет. Если у тебя нет доброты, сердце страдает. Если ты с отвращением находишься к людям, поджелудочность страдает. Если ты гневаешься печенью. Если ты суетишься желудок. Если у тебя нет возможности правильно склонировать свою жизнь по позвоночнику. А если ты в отчаянии, то суставы. Если ты не умеешь отдыхать, то пашка. И так далее. И человек начинает думать, мне нужно такую энергию есть, чтобы я был здоровым. Я не хочу есть то, чтобы не осгорнять. Но если человек думает при этом, но ведь белки, жиры, углеводы важны. Тогда он все равно будет есть то, что имеет белки, жиры, углеводы. Потому что концепцию существа не просто поменять. Это сознание должно развиться для этого понимания. Лев Толстой говорил, что вегетарианство это не питание, это мышление. Это восприятие мира. Есть еще более высокая концепция. Дальше человек понимает, что пища это то, что готовится с любовью. А самая высшая любовь это любовь к Богу. Поэтому когда готовишь пищу, надо молиться. И тогда пища становится освященной. Это самая лучшая пища. Потому что она разрушает плохую судьбу, такая пища. И так человек начинает есть такую пищу. Он уже не освящен, но не ест в этом случае. Это еще более высокая концепция. Теперь вы скажете. Олег Геннадьевич, все, я поняла, у меня самая высокая концепция. Приходите домой, муж говорит, он бомбара падает. Почему? Потому что кроме концепции жизни есть еще судьба. Бог говорил, ты жила так, сразу по-другому. Я тебе не дам. Я тебя еще испытаю твоими родственниками. Ты не сможешь быстро к чистой жизни прийти. Потругись. Стань смиренным. Делай так, чтобы все приняли тебя. Если ты все поняла больше. Не все так просто. Так, вы скажете. Я нахожусь в разлуке, в потере. У меня стресс. Что мне делать? Как мне выкарабкаться из него? Да, конечно же, на природу. Конечно же, бег. Конечно же, зарядка, гимнастика, птички. Радоваться лесу, желать всем счастья. Конечно же, это вам даст силы для того, чтобы побеждать судьбу. Но победа над судьбой придет, когда ваша концепция жизни поменяется, а это не дешевая вещь. Только когда вы поймете в сердце, что Бог для вас самое главное, тогда злая судьба отступит. Если вы сдаете именно этот экзамен, который называется разлука, потери и безысходность. И такой экзамен Бог человеку в жизни дает только один раз. Потому что когда один раз человек сдал этот экзамен, уже дальше потерь, разлуки и безысходности он не почувствует, даже если у него будут потери и разлука. Человек будет разлучен, но не попран судьбой, потому что он свой экзамен сдал. У него хватит энергии и сил, чтобы не просто победить себя, а также помочь тем, с кем он разлучен. А если не сдать? А? А если не сдать? Как не так? Не сдать. Не сдать? Ну значит будет страдать, мучиться. У человека, который не сдал экзамен, есть только одна дорога вниз. Для женщин это депрессия, для мужчин это водка, гулеж, слабоволие, безысходность. Ну то есть, другими словами, человек погружается в эту песню, которая называется «Разлука, потери и поражение». Ну, как бы, самая последняя стадия не сдачи экзамена – это самоубийство. Самая последняя стадия. Фактически всегда, когда человек не сдаёт экзамен судьбы, он всегда убивает себя. Ну что эти люди делают? Они выпивают это самоубийство медленно. Гулять начинают, разрушают свою жизнь, бросают работу, валят куда-то там, непонятно жить, в какое-то место. В Чунгачанге, где-то круглый год. Вот. Ну то есть, они как бы всё рушат и думают, что где-то будет лучше, чем здесь. То есть, они бегут от своей жизни, такие люди. Бегут куда? К смерти. От жизни куда можно убежать? Только к смерти. Ну, и они бегут к этой смерти. Понимаете? Вот. И это значит, что нет другого выхода, мои хорошие. То есть, выход только один – это сдать экзамен. А сдать экзамен означает нужную энергию Бога, получить энергию Бога. То есть, сдать экзамен можно только с помощью энергии Бога. Выхода. Не нашёл энергии, которая лечит. Не нашёл Бога. Не нашёл храма. Не нашёл молитвы. Не нашёл святости. Не нашёл чистоты. Не нашёл святых мест. Не нашёл святой чистой воды. Не нашёл крещения. Не нашёл своей веры. Значит, душой будешь старик, пока не найдёшь. И даже если ты рождаешься в следующей жизни и не хочешь искать, опять выход такой, ты собьёшься просто. И так до бесконечности, пока ты не захочешь найти. Потому что есть два варианта людей. Одни хотят найти, одни верят, что выход есть, а другие нет. Пока человек не поверит, он будет деградировать. Поэтому есть только один выход. Это восстать духом. Воспрять. Перестать страдать и мучиться. Надо начать молитву. Настроиться на то, что побеждает, а не на то, что разрушает тебя. И начинается всё просто с движения. Понимаете? Потому что движение — это жизнь. У меня есть одна пациентка, у неё тяжелейшее заболевание, которое приковало её в постели. Она не может сама ходить. Но она может как-то двигаться. И она много лет у меня лечилась. И так, и сяк, и ничего не помогает. Я ей говорю, надо двигаться. И она это поняла. И сейчас она начала просто на тех тренажёрах, которые, возможно, начала двигаться, двигаться. Она двигается, двигается. Когда силы кончаются, она падает и лежит просто. Здоровье становится лучше и лучше. И я знаю точно, что она двигается. Потому что она поняла, что если ты хочешь здоровое тело иметь, то ты должен сначала научиться длительно двигаться, потом должен научиться правильно питаться или вообще не есть, то есть научиться посту. И третье, ты должен потом, после этого всего, научиться неподвижному положению тела. То есть научился двигаться, ты научились не двигаться. Три вещи, которые дают человеку здоровье. Три аскезы. Понимаете? И теперь, если вы меня спросите, а почему, Олег Геннадьевич, я не хочу двигаться? Ну почему я не бегаю до сих пор? Почему не хожу в спортзал? И ответ очень простой на этот вопрос. И вы знаете, что Олег Геннадьевич суровый человек. И несмотря на это, пришли на лекцию. Поэтому я вам этот простой ответ вам говорю. Потому что вы не хотите жить, поэтому вы не двигаетесь до сих пор. Потому что если вы хотите жить и долго жить, единственный способ это движение. Когда человек не хочет бегать, не хочет зарядку делать, значит, он не хочет быть здоровым. Он не хочет жить без жизни. Или его заставит это сделать. Или сломает. Одну из двух. Выход только один, даже если ты не разогнулся по движению. Не лежать больше, как врачи говорят некоторые. Теперь как-то у тебя уже нельзя двигаться. У тебя уже, ты не разогнулся уже. Перевяжи. Помирай. Нет. Выход только один. Это опять двигаться. Но только помедленнее уже. Что быстро ты уже не сможешь. Но все равно долгое движение. Долгое движение дает человеку силы жить. И все восстанавливается. Если тебе говорят, ну у меня поясница уже грыжа. Не волнуйтесь, она пройдет. Он начнет двигаться, пройдет. Длительное спокойное движение с радостью. Лечить все, что хочешь. Все у нас регенерируется, восстанавливается в организме. У нас организм это не как машина. Там колодки протерлись, все надо менять. Не надо так мыслить, понимаете, что у меня суставы протерлись, надо менять, тогда бегать буду. Нет, начните двигаться и суставы восстановятся. Это моя вам вера. Но сначала они будут ныть, болеть. Значит лечиться. Не бойтесь этого. Не острая боль, а нытье организм. Ну и значит лечиться. Время бега не будет ныть. Ныть будет потом, когда вы прибежали. Значит тут идет лечение. И так. Стресс, да? Потеря в жизни. Человек сосредотачивается на объекте своей потери. Он не может о другом думать. Он с Богом решил устроить отношения так. Возвращай мне мое. Только такого мужика, как этот. Больше никакого. Почему он так себя ведет, человек? Потому что он так устроен. Он получил что-то от жизни и держится за это. А если у него правильность... Да не мое. Ему другую губку дают. Мою. Правильно. Мою игрушку хочу. А Бог говорит, ты не в игрушки здесь играешь. Твоя жизнь предназначена для меня. И пока ты этого не поймешь, не будет у тебя выхода из стресса. Потому что стресс это всего лишь твое упрямство. Ты хочешь то, чего хочешь, а не того, чего надо. И поэтому, если ты не выйдешь из пресса, пока не захочешь того, чего надо, а не того, чего хочешь. А потом, когда ты захочешь того, чего надо, я тебе дам того, чего ты хочешь. Но знай, что я тебе дам лучше. Потому что жизнь не останавливается на том, на чем она останавливается. Бог хочет, чтобы мы развивались. Поэтому Он не даст нам то, что было, Он даст нам лучше. И если вы хотите, чтобы Он у вас никогда ничего не забрал, тогда выходите на первый уровень. Всегда и везде работайте над собой. Не останавливайтесь, не ленитесь. Думайте о Боге, молитесь каждый день, служите, учите жить правильно. И тогда вам всегда хватит силы справиться с судьбой. Если Бог должен будет забрать у вас кого-то, а вы будете сильно Ему молиться, то будет всего два варианта. Или Он вам объяснит, почему Он забрал, и у вас на сердце будет спокойно. Или Он оставит вам то, что хотел забрать. Это значит, что счастье придет по-любому. Или в виде мудрости, или в виде счастья. Поэтому в отношении с Богом человек ничего не теряет. А если вы чувствуете, что вы потеряли, значит у вас этих отношений нет. И Он вас будет бучить до тех пор, пока не появится. Потому что в этом заключается единственная цель человеческой жизни. Ни дети, ни машина, ни Москва, ни работа. Ничего не является целью человеческой жизни. Все меняется. Вы не помните, что было до этого. Таково наказание. Есть такие формы жизни, где живые существа помнят, что было в прошлой жизни до этого. Но в человеческой люди не помнят. Или чуть-чуть догадываются. В лучшем случае. Итак, вы начали двигаться. Говорит, Олег Геннадьевич, все это теория. Хорошо, мне надо к Богу. Я должна понять, что сейчас мы услышали. Сейчас не понимаю, что их надо. У меня нет ничего в жизни. Я просто обезумела от страданий. Или обезумел. Что мне делать? Природа, движение на природе. Хорошо, Олег Геннадьевич, я уже двигаю. Да, мне стало легче. У меня чувство стресса меньше. Я начал кушать, начал спать. У меня начали работать нормальные функции человеческого тела. Что мне дальше делать теперь? А дальше ты должен понять, что вокруг тебя очень много добрых людей. И понять это можно только одним способом. Отвлекись от своей проблемы. И начни для них делать добрые дела. Перестань быть эгоистом, который думает только о своем. Вокруг тебя люди, которые ждут твоей доброты. Служи им. Делай что-то для них. И ты увидишь, что ты выйдешь на следующую стадию преодоления стресса. Которая даст тебе видение, что мир этот и был хорошим и добрым и остался. Он не чужой для тебя. Вокруг тебя есть друзья, есть хорошие люди. Просто ты сам по доброй воле отказался это видеть. Потому что ты находишься в упрямом состоянии. И требуешь от Бога то, чего Он тебе сейчас ни за что не даст. Потому что если бы Он хотел дать, Он бы уже давно дал. Зачем ему доводить это до такого безумия? Дор называется разлука, потери. И депрессия. Страдания. Зачарования. Видите, счастье бегает. Счастье бегает. Бог дает счастье. Он не жму. Но иногда забирает. Когда надо. Когда надо. Бойтесь моего взгляда. Я не посмотрел ни для этого. Разбирает и нагадает. Если Он что-то забрал у нас, знайте, что в этом есть глубочайший, глубочайший, глубочайший смысл. Это не просто не повезло. Это не просто насилие. Это имеет глубочайший смысл для нашей жизни. И этот смысл мы поймем только потом. Вот вы поймете смысл того, что я сейчас говорю, глубочайший смысл в вашей жизни только через два года. Если вы захотите это понять, вы и сейчас можете понять, но через два года вы поймете полностью, вы точно так и видите. Эта жизнь прекрасна. Все, что происходит, имеет глубокий смысл в этой жизни. Глубокий смысл. Бог не зря все делает. Он имеет глубокие причины на это, на то, что происходит. Иногда люди думают, зачем меня забрали из самого любимого ребенка. Зачем я потерял самого любимого ребенка? Почему? Ну, потому что он уже должен жить не здесь. Он должен жить в раю. Он был таким хорошим человеком, что ему дальше здесь мучиться уже не надо. Если, допустим, мама находится в концлагере со своим ребенком. И из концлагеря ребенка за ним разбирает. Говорит, все, он не будет в концлагере. Что, она будет мучиться от этого? Говорит, ты отдайте мне назад ребенка, я буду с ним сидеть. Пускай он сгнеет вместе со мной. Так мы мыслим, понимаете? Это не место для наслаждения, земля. Если Бог маленького ребенка у вас забрал, есть причина. Значит, ему не надо здесь мучиться уже. И это так. Много раз я это видел, когда Бог забирает маленьких детей. Я много раз видел, что они все идут в раю. А там счастье. Там гораздо легче жить, чем здесь. Поэтому не думайте, что у него есть какие-то, что он как бы, ну, мучает вас. Есть причина, почему уходят маленькие дети из жизни. Потому что им здесь делать нечего. Они все сделали уже. Они перестрадали и все, отмучились свое и уходят. Почему мой сын погиб на войне? Потому что, когда человек совершает подвиг, он погибает на войне за Родину. Он уходит в рай точно так же. Есть долгий способ отрабатывать свою судьбу, а есть быстрый. Он взял и просто отдал свою жизнь Родине. И за это получил рай. Что вы можете запретить человеку так действовать? Вы скажете, а почему я-то тут при чем? Почему он меня оставил одну, Бог, если мой сын ушел в рай? Почему я лишил счастья? Потому что тебе тоже пришло время встать по развитию. Потому что Бог теперь хочет. Надо детишек взять. Они сейчас мешают уже слушать люди, они не подвлекаются. Потому что я никогда с ними не смогу соревноваться. Они все равно больше счастья несут, чем я. Отметьте их, чтобы они не делали. Организаторы есть? Нет? Вы будете с этим вот здесь. Когда человек начинает служить добрым людям, несмотря на то, что ему очень тяжело, мир открывается заново перед ним. Он начинает чувствовать, что все хорошо, все нормально. Но глубокая причина, глубокая причина его страдания от этого не пройдет. Он будет чувствовать себя здоровым. В жизни все наладится. Но сердце его будет вспоминать. Чего он был лишен и чего он хочет в этой жизни. И вот это и есть дилемма. Понимаете? Которую надо пройти. Эта дилемма не пройдется просто так. Не думайте, что вы просто так сможете отделаться от этих воспоминаний. Ничего не получится. Понимаете? Потому что эти воспоминания означают только одно. Что экзамен, который вам Бог поставил свой, должен быть сдан очень качественно. Понимаете? Очень качественно. А качественно его сдать можно только установив сильное, чистое отношение со святостью. И когда эти отношения установлены, вы начинаете понимать, что то, чего вы ждали и о чем вы мечтали в этом мире, это всего лишь капелька по сравнению с тем, что вы получили от своих страданий, благодаря этим страданиям. Что само по себе отношения с Богом настолько радостны, чисты и свеплы, что наши мечты, наши потребности, вот этой любви к человеку, они вообще никак не сравнимы с этим. Понимаете? То есть Бог нам дает вот эту память о разлуке только для того, чтобы мы воскресли и получили что-то более чистое и светлое. Знаете почему? Потому что так хочет Бог. Хоть вспоминайте, хоть не вспоминайте. Если вы живете этим, если в вашей памяти это живет постоянно, не повернет, не встретитесь. Невозможно. Почему? Потому что это создано Богом. Он специально решил вас того, во что вы верили, для того, чтобы ваша вера поменялась. Нет другой причины. Понимаете? Человек должен понять это, должен понять. Он должен оторваться от своего счастья. Он должен начать жить для других. Это вторая стадия, понимаете? И третья стадия. Если вы хотите реально, чтобы вот эта память о следах своей разлуки, она исчезла из вашего сердца, даже если у вас уже в жизни все нормально, то вам надо очень сильно потрудиться в отношении с Богом. Потому что на самом деле есть только одна разлука, которая нас тревожит. Одна разлука, которая нас тревожит. И мы ее путаем со всеми другими разлуками. Мы разлучены с Богом здесь. И поэтому мы путаем одно с другим, понимаете? Но когда мы его вспомнили, когда мы начинаем его молиться, то все остальные разлуки вылетают из сердца, потому что они всего лишь тень этой главной разлуки. И когда мы приобретаем Бога хотя бы чуть-чуть в отношении с Ним в храме, то тогда никакая разлука не может в наше сердце заставить думать о ней. Так глубоко, как мы думали раньше. Человек выходит на другой уровень жизни, понимаете? На другое восприятие мира. И больше того, если человек реально служит Богу и реально настроен на Него, Богу незачем разлучать его с теми, кто действительно ему абсолютно сильно дорог. Поэтому те люди, которые сильно служат Богу, несомненно, будут жить вместе в следующей жизни. Это описано в Священных Писаниях. Не будет никакой разлуки между ними. Они будут вновь и вновь вместе, вновь и вновь вместе. И будут испытывать огромное счастье, верности и любви. Только если они сдали свой экзамен верности и любви Богу. Никто нас не собирался разлучать. Если хотите быть вместе, будьте вместе. Сдайте свой экзамен. Прежде чем быть вместе. Если человек разлучен с природой, то надо идти к природе. Разлука в природе означает полезнее. Если человек развлечен с добротой, не чувствует доброту в жизни, значит, надо идти к доброте, идти к человеку. А если человек ни во что не верит в этой жизни, он развлечен с верой, тогда иди к Богу, к источнику веры. И у тебя будет смысл в этой жизни. Ты обретешь его. Ты не будешь жить просто как растение. Мы сегодня сильно хотим любить в этом мире. Сильно хотим любить, потому что мы сотканы из любви. Это желание любви сильнее здравого смысла в каждом человеке. Неважно, мужчина или женщина. Надо понять, что это нормально. В этом нет проблем. Просто источник нашей любви слишком далеко от нас, чтобы мы поняли, кого надо любить. Понимаете? Поэтому мы будем любить своих детей, своего мужа. Всех в этом мире. Это нормально. Не надо быть чуркой. Но надо понять одну вещь, что в этой любви, которую мы будем испытывать ко всему в этом мире, не будет совершенства, пока между нами не встанет тот, кого надо любить больше всего. Если в семье встает Бог, между мужем и женой, в ней появляется совесть. И настоящая, правильная, искренняя, естественная близость. Только если есть Бог между людьми, никакой близости не будет. Вот вам кажется, что это ваш родственник. Это просто иллюзия. Чему бы он бросать? Почему 80% разводов сейчас в стране? Это потому, что это просто иллюзия. Нет никакой близости, когда между нами нет совести. Нет никакой близости. Это просто обман. Как только человек увидит то, что ему больше понравилось, он легко бросает всех, кто вокруг него находится. Любой человек. Любой. Не думайте, что ваш не бросит, он лучше. Не бросит только тот, у кого есть совесть, означает, что Бог для него выше всего. Это значит, что Бога подводить не будет. Просто потому, что ему кто-то больше понравится. Не будет. Он скажет, нет, извините, я не хочу портить отношения с Богом. И так сохраняется семья. Только по этой причине. Больше нет причины. Потому что любовь или желание счастья, желание близких отношений сильнее здравого смысла у любого человека. Не обвиняйте никого в этом вопросе. Оно срывает крышу у всех, даже у мудрых людей. Никто не может быть выше любви в этом мире. И когда мудрец, у него волосы на теле стоят дыбом от любви к Богу, он горит от этой любви. Он тоже не контролирует себя. Зато Бог его контролирует. Потому что он любит того, кого надо. Но если мы любим так сильно кого-то, а не Бога, тогда никто нам не поможет. Мы будем, несомненно, разрушены в своей жизни. Если человек приходит к любви как вера, то есть есть любовь как наслаждение, как желание, это нормально. Но если человек любит как вера, то есть он терит, то тогда эта любовь будет разрушена. Но если человек верит в Бога и верит, что Бог ему дал этого человека, тогда они будут разрушены. Все зависит от того, какая вера. Поэтому все проблемы там, мои хорошие, находятся. все проблемы там. Почему же эта подмена происходит? Почему же мы идеализируем человека? Потому что не хватает нам духовного образования. Нам не хватает знания о том, для чего нужна жизнь наша. У нас не хватает. Знание означает, что это глубокая вещь. Допустим, я вам сейчас сказал, это не знание, это намек. Знание придет, когда в вашем сердце откроется, это истина в полной степени. Тогда и страдания пройдут, потому что другое имя знания это свет. Человек, который светится счастьем, его называют святой. Он также светится знанием. Все обращаются к нему за помощью, потому что он знает. Святой это тот, кто полон знания. Понимаете? Он сияет, счастен. Но причина святости это отношение с Богом, потому что Бог сияет, не человек. Только Бог может наделить человека светом или сияем. И мы подменяем человека Богом, потому что мы не понимаем, в чем смысл отношений с людьми. Есть только один смысл для того, чтобы создавать семью, создавать дружбу. Только один смысл близких отношений между людьми, это идти к Богу. и если женщина не поняла этого смысла, создала семью. У нас, Олег Геннадь, все было хорошо. Что у вас было хорошо? В Богу шли? Нет, у нас все было, у нас дети были, квартиры были. Это значит, что вы шли к пропасти. Потому что если человек к Богу не идет, создав семью, то время пошло, когда все будет разрушено. КОНЕЦ